МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шлагбаумы на въезде к пляжу Лонжерона станутся на прежнем месте. Прекратить огонь, готовиться к обороне и признать оккупацию Донбасса. Вот главные тезисы, озвученные в ходе пресс-конференции представителями общественной организации Союз ветеранов войны Государственной военной службы. Что думают эксперты о минских договоренностях? Смотрите прямо сейчас. От минских договоренностей толку не будет. В этом уверен авганский ветеран Олег Погибко. По его мнению, отсутствие четко обозначенных основных вопросов характеризует данное мероприятие не с самой лучшей стороны. В эти дни минских переговоров обстрел не прекращается. Более того, количество потерь тоже самое, не уменьшается. Как могут быть переговоры? Недоволен ветеран даже фактом перемирия. Он считает, что это время – лишь предлог для перегруппировки войск и техники противника. Но и продолжать войну эксперт не видит целесообразным. Прекратить военные действия, не называть ее АТО, потому что это не имеет ничего общего с тем планом. Это территориальная оборона. Насчет статуса Донбасса Погибко был также категоричен. Единственным правильным решением он видит признать его оккупированной территорией и возложить всю ответственность за происходящее там на страну-агрессора. Всеволод Ананев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Насколько глубоко одесситы интересовались судьбой страны в эту решающую ночь, выясняла Анастасия Большедворова. Нормандская четверка, состоящая из президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, договорились этой ночью о прекращении огня и отводе тяжелой артиллерии на нашей территории с 15 февраля. Как пережили волнительные сутки одесситы? Они в мире уже договариваются очень долго. И пока что не договорились. Я лично не знаю, что будет. Я думаю, особо никто не знает, кроме тех, кто реально это все запланировал, задумывал. А у нас тут дело играть и надеяться. В общем, все такое. Следили ли вы за новостями этой ночью? Минские переговоры? Нет, я не смотрю новости. Почему? Ну, потому что я ограничиваюсь от новостей. Сегодня ночью следили за новостями. У нас проходили минские переговоры. Нет, не следила. Нет. А почему не следить за новостями? Мы ехали в поезде. Ну, мы посмотрели, что написали в интернете и толком так ничего и не поняли, честно говоря. Что, ну, вроде бы договорились, вроде бы Украина должна оградить свою территорию. Ну, знаете, это такое, что слабо верится в это. А почему слабо верится? Вот какие у вас впечатления, ощущения? Ну, мы сами просто, ну, с той стороны приехали, как бы, непосредственно близко живем к этому всему. Ну, как-то уже потеряли, честно говоря, веру во что-то лучшее. Знаю одно, что Россия нас никогда не отпустит. Нет никаких переговоров. Даже какие бы. Следили ли одесситы за минскими переговорами, которые вот прошли этой ночью? Чего ожидают одесситы от этих переговоров? А я не одессит. Я дончанин. И очень хотелось бы, чтобы это было мирное решение уже наконец-то, потому что уже очень хочется вернуться домой. Я следил, не дождался переговоров. Ну, я слышал, что за границей там что-то Порошенко был против, там, границы между ДНР и Россией. А так я хрен его знаю. Синьор, но... Руссо-туристов. А, руссо-туристов. Миронов, покойник. Руссо-туристов. Помните бриллиантовую руку? Руссо-туристов. Помним, мы его смотрим. Анастасия Большедворова, Виталий Прус, Думская ТВ. Мужчины призывного возраста могут свободно покидать области страну. Теми, кто уклоняется от мобилизации, будут заниматься соответствующие органы. О новых подробностях четвертой волны мобилизации в сюжете Дарьи Сидоровской. Моряки не могут уйти в рейсы. Крюинговые компании требуют от них справки с военкоматов. Зам военкома области заявил, что это не более, чем самодеятельность. На самом деле, морякам призного возраста не нужно являться военкомат перед рейсом. Если людям, которые являются моряками и должны уходить куда-то в рейс, пришла повестка, он, естественно, должен прийти в военкомат по повестке, в сроки, указанные в данном документе. Если нету, он не получал повесток и в компанию не обращались военные комиссариаты с указанием его фамилии, допустим. Просто люди работают в обычном режиме. Также он добавил, что человек призывного возраста может беспрепятственно выезжать в другие области или за границу. Никаких ограничений на командировки и другие поездки нет. В целом, четвертая волна мобилизации идет по плану. Зам военкома напомнил, что не все, кто получает повестки, призываются и отправляются в зону АТО. Мы не можем на одну посаду отправить трех человек. Заканчивая, ну, то есть мы одного человека отобрали, все. Нам больше люди по такой военной учетной специальности не нужны. Мы их уже дальше не отправляем. Но когда люди приходят, мы понимаем, что они есть, что они понимают, что необходимо выполнять свой конституционный долг, что они на месте. То есть в случае, если необходимо что-то будет еще, мы можем на них надеяться. Таких людей много. Пока в четвертой волне мобилизации подсчитали 600 отказников. По 300 сформированы дела и переданы правоохранителям. Бывает, люди, получив повестку, не приходят. Но дело в том, что в Криминальном кодексе Украины есть статьи, в которых вызначено, что эти люди будут отвечать за свои поступки. За участие в антитеррористической операции военные уже начали получать денежное вознаграждение, которое обещал президент Украины Петр Порошенко. За один боевой день военнослужащие получают 1000 гривен и отдельное денежное вознаграждение за подбитый танк, самолет и автомобиль противника. Надбавки перечислятся, когда вступит в силу инструкция. Дарья Сидоровская, Александр Нелупов, Думская ТВ. По решению суда, шлагбаум около Лонжероновской арки останется на прежнем месте. Почему прокуратура проиграла дело и кто может бесплатно попасть на набережную Лонжерона, знает все Влад Ананиев. Не к тем претензии предъявляли. Одесский апелляционный админсуд отменил решение первой инстанции и отклонил иск прокуратуры, требовавшей отменить взымание платы за проезд через арку Лонжерона в курортную зону. Такое решение вызвано ненадлежащим выбором ответчика. Так что на прежнем месте останутся и кабинки с парковщиками, которые, как всегда, немногословны. Все вопросы по номер телефона на подборке. Как отмечается в постановлении суда, вместо того, чтобы подавать иск против горсовета, надзорное ведомство должно было судиться с исполкомом собрания и субъектом предпринимательской деятельности, которому принадлежит шлагбаум. Впрочем, владельцы весьма лояльно относятся к таксистам и случайным гостям. Деньги начинают брать только с 21-й минуты пребывания за аркой Лонжерона. 5 минут бесплатно. У нас одно выбивает, там, ноль или там сумма. Но прокуратура считает любое взымание платы за проезд через арку Лонжерон, где даже установлен соответствующий шлагбаум незаконным. Дело в том, что по закону брать плату за проезд по дороге нельзя. Можно требовать от автомобилистов лишь оплаты парковки. В общем, пока шлагбаум преткновения останется на прежнем месте. А вот будет ли прокуратура подавать новый иск другому ответчику, пока неизвестно. Всего Алтананева, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Милиция задержала жительницу Запорожья, которая продавала в Одессе метадон. В квартире задержанной обнаружены наркотики на сумму 70 тысяч гривен. Чтобы передавать товар покупателям, она пользовалась тайниками в центре города. Милиция задержала жительницу Запорожья, которая продавала в Одессе метадон. Оперативники задержали 18-летнюю нарушительницу закона в тот момент, когда она в очередной раз оставляла товар в тайнике. При себе она имела 12 пакетиков с особо опасным веществом метадон. Сотрудниками сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Приморского районного отдела милиции города Одессы задержана гражданка за незаконный сбыт наркотических средств. У нее изъято 117 пакетиков с особо опасным наркотическим средством метадон. Начато уголовное производство. В квартире задержаны и обнаружены наркотики на 70 тысяч гривен. Девушка рассказала, что в среднем в течение дня по телефону принимала более 30 заказов на приобретение наркотика. После того, как клиент приводил деньги на банковский счет, она оставляла заказную дозу в тайнике. Из-за того, что жизнь тяжелая, я думала больше заработать, больше такого не повториться. За сбыт наркотиков девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Решение Приморского района суда, пока ведется следствие, наркоторговка помещена в СИЗО. Дарья Сидоровская, Думская ТВ. Нацбанк договорился с крупнейшими банками Украины о реструктуризации валютных кредитов. Сотни тысяч украинцев не в состоянии выплачивать задолженность по реальному рыночному курсу. Между тем, счастливчиков, которым пересчитают валютные долги по курсу 7,99, крайне мало. Кому повезет, узнавал Павел Репин. Национальный банк подписал меморандум с 13 крупнейшими банками Украины по реструктуризации валютных кредитов. Между тем, десятки тысяч заемщиков остались за бортом решения НБУ. Они придумали для себя новый меморандум, подписались с банками. Тут явный такой криминальный взговор банков с НБУ. Абсолютно не учился интересам людей. Поэтому народ сейчас возмущен. И уже создалось очень много кредитных комитетов, майданов, финансовый майдан. Во что это выльется, не знаю. Заемщики требуют перевода валютных кредитов по курсу 7,99 с сохранением прежних кредитных ставок. Законопроект дважды рассматривался Верховной Раде, но слуги народа оставались на стороне интересов банков. Если в первый раз за этот закон, за меморандум проголосовали 290 депутатов, то второй раз позавчера резко все депутаты вышли на улицу и осталось только 129 депутатов, которые проголосовали за данный закон. Принятый меморандум банки при желании могут не соблюдать, уверены юристы. Меморандум – это не закон, он не имеет силы закона. И, грубо говоря, банк может его, даже если они его подписали, могут согласиться с ним, а могут и не согласиться. И те работники, которые здесь на местах работают, ну вот эти клярки в банках, они могут искать, мы не хотим, и все. Меморандум – это не закон. Расстаться за должностью крайне непросто. Даже если банк взыскал кредитную квартиру, это еще не значит, что заемщик ничего больше не должен финучреждению. Есть такая практика у банка, когда, допустим, забирают квартиры у людей, выкидывают на улицу женщин с малолетними детьми. После того, как забирают квартиры, потом оказывается, кредитор должен еще достаточно большую сумму. Там насчитали пеневые проценты и так далее. Потом забирают, накладывают арест на все имущества, которые есть у кредитора. Чтобы не остаться на улице, банку необходимо выплачивать хоть небольшую сумму из-за должности. Надо пойти обратиться действительно с заявлением и сказать, что я готов платить столько-то, или у меня есть столько-то денег. Потому что если у вас нет вообще денег, и вы платить не можете, тогда вы, скорее всего, это жилье потеряете. Также следует заключить договор и на предоставление кредитных каникул. Надо подписать дополнительное соглашение. Официально с полномоченным лицом банка подписывается дополнительное соглашение, где оговаривается, что даются кредитные каникулы, дается такой-то курс. Платить просто так я смысла вообще никакого не вижу. Это деньги все пойдут на штрафы. Пойти на уступки банки готовы только тем, кто не имеет дополнительной недвижимости, не имел ранее задолженности по выплате кредита, а также площадь кредитной квартиры которых не превышает 60 квадратных метров. В современных новостроях, как правило, это однокомнатные и некоторые двухкомнатные квартиры. Павел Репин, Евгений Ячменцев, Думская ТВ. Воспитанницы Одесского детского интерната теперь будут находиться в учреждении не до 18, как это было ранее, а до 35 лет. Что необходимо для обеспечения полноценной жизни в стенах интерната, узнавала Мишель Армант. В этом доме-интернате находятся дети от 4 до 18 лет с диагнозом «умеренная умственная отсталость». В новой группе продолженного содержания воспитанницы будут находиться до 35 лет. Мы открыли группу поддержанного проживания, в которой будет проживать 15 человек. 15 человек – это дети лишены, будем так, родительской заботы, в которых нет ни семьи, ни крова. Которые кто с 4 лет, кто более позднем возрасте попали в стены детского дома-интерната. Создать такую группу удалось благодаря помощи персонала интерната и спонсоров, Департамента социальной защиты населения и просто неравнодушных людей. В каждой комнате будут проживать не более трех человек. Все украшения и картины в комнатах выполнены руками воспитанниц. Над каждой кроватью висит вот такая вот икона с изображением ангела-хранителя каждого ребенка. Воспитанницы этой группы достигли совершеннолетия и не лишены дееспособности. Некоторые из них работают. Здесь находятся подопечные, будут проживать подопечные, которые в силу своих особенностей на более высоком уровне, которые в состоянии оказать услуги себе и близкому рядом с ними находящемуся человеку. Девушки уже перенесли свои личные вещи в корпус и привыкают к новому месту жительства. Мишель Арманд, Виталий Прус, Думская ТВ. Художественный руководитель Одесского филармонического оркестра, народный артист Украины Хобарт Эрл попал в тридцатку самых лучших музыкантов мира 2014 года по мнению авторитетного американского портала Musical America Worldwide. Хобарт Эрл родился в Венесуэле, окончил британскую школу в Каракасе, затем учился в Шотландии. В Одессе музыкант живет и работает уже 24 года, является художественным руководителем и главным дирижером Одесского филармонического оркестра. Под руководством Эрла Оркестр, прежде имевший исключительно региональное значение, был выведен на международный уровень, дебютировав на мировой сцене весной 1992 года на фестивале американской музыки в Брегенце, Австрия. А 30 ноября 1993 года впервые в своей истории выступил в Карнеги-холл. Эрл уделяет внимание популяризации украинской академической музыки. Ним, в частности, записаны диски с произведениями Николая Колесы, Мирослава Скорика и Евгения Станковича. Не ходите по другим каналам, смотрите «Думскую вожди». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!